МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если считать карту нашей страны слева направо, то ее началом окажется берег Балтийского моря, самая западная граница России. Здесь, на самом краю земли российской, в окружении стран Европейского Союза стоит Калининград. Город с особой исторической судьбой. Город-крепость, основанный в 1255 году у рыцаря Метевтонского ордена на месте прусского поселения, получил название Кёнигсберг, в переводе с немецкого – Королевская гора. Этот край долгое время ассоциировался в нашем сознании с войнами. Его штурм – одна из крупнейших операций Великой Отечественной войны. И дальше с переменным успехом вполне классическая эволюция советского городка. Время предъявило Калининградской области высокий геополитический счет. В 21 веке она оказалась изолированным российским эксклавом, окруженный странами Евросоюза, Литвой и Польшей. Приблизить Калининград к России призваны безвизовые пути сообщения. Так уже несколько лет здесь успешно работает регулярная пассажирская линия Калининград-Санкт-Петербург. Время в пути – 42 часа. Паром заходит в Парбалтийско, что в 50 километрах от Калининграда. Добраться сюда из России можно как по воде, так по воздуху и земле. Преодолев расстояние на поезде из Москвы в 1200 километров, пассажиры выбираются из вагонов. Калининград, Россия. И вместе с тем за границей. Отправляясь сюда на поезде, не забудьте заграничный паспорт. И получите специальный упрощенный проездной документ на железной дороге. Это практически то же самое, что и виза. Нужна она для беспрепятственного пересечения литовской границы. Калининград – город во всех отношениях необычный. Наверное, любой, приехавший сюда, будет удивлен остатком немецкого прошлого. Немного разочарован советской эпохой и, наконец, обрадован попыткам придать новому Кёнигсбергу облик современного европейского города. Я приехал сюда не на экскурсию, а в гости. Так что у нас будет возможность увидеть город изнутри. Но сначала о том, что делает отдых максимально комфортным. Несмотря на все географические особенности, мобильная связь в Калининградской области работает отлично. Отправляясь в поездку, я подключил услугу Билайн «Наша страна». И теперь, путешествуя по России во внутрисетевом роуминге Билайн, все входящие звонки я принимаю бесплатно. Подробности об услуге «Наша страна» по номеру 0636. Калининград сегодня самый цветущий город на Балтике. На каждого жителя здесь приходится 100 квадратных метров зелени. В Лондоне, например, эта цифра гораздо меньше – всего лишь метр. Пройтись по улице Кутузова – особое удовольствие. Попадая сюда, оказываешься как будто в довоенном Кёнигсберге. Квартал Амалийнаус проектирован как город-сад в начале 20 века. В районе преобладают виллы стили «Модерн». Надо отметить, что и сегодня черты современной архитектуры сюда еще не дошли. Для одних дом – это там, где живут любимые люди. Для других – это крепость за высоким забором. Но для большинства из нас дом – это все-таки тихая бухта в суете мира. Евгений Гришковец – актер, драматург и режиссер – остается человеком провинциальным и принципиально живет в Калининграде, а не в Москве. Сейчас узнаем, почему мы направляемся к нему в гости. Завтра у Гришковца премьера в столичном театре. После спектакля на ночном самолете домой в Калининград. И так 9 лет подряд. Моя основная претензия в Москве, почему я так не хочу жить, и при этом ее очень люблю. Москва категорически не пешеходный город. Не по причине расстояний. Даже в каких-то приятных местах, где есть переулки, они все напрочь заставлены машинами, и там не пройтись. Если ты решил прогуляться по бульварам, тебе все равно придется спускаться в подземные переходы, пересекать какие-то магистрали. А в Калининград можно выйти отсюда и через 15 минут быть в центральной части города. За 25 минут можно дойти до центральной площади. При этом не дойти, а прогуляться. Также Калининград относится к тем редким российским городам, где автомобилисты останавливаются перед пешеходным переходом. Более того, лично мной были замечены множественные случаи, когда человек переходил дорогу в неположенном месте, и вот точно так же пропускал автомобилист. Мы подходим к главному мосту города, впереди кафедральный собор. Стоит он на острове Канта, тут же могила мыслителя. Это еще одно из калининградских мест, где российская действительность чудесным образом преображается в европейское средневековье. Собор, начиная с 1333 года, почти в полувека упорно складывали из обожженного кирпича. Во время Второй мировой войны в здание попала бомба. С почерневшими стенами оно стояло до начала 90-х, когда собор, наконец, начали восстанавливать. Сегодня он выглядит, как на картинке. Пиршество готики, багровый кирпич, венчает шпиль, бегущий навстречу голубому небу русалка. Внутри орган, один из самых больших в Европе. Любуюсь красотой органа, человек, не посвященный, так и не поймет, как и почему играет этот удивительный инструмент. Мы сейчас пройдем к музыканту, и он нам расскажет, как удается ему привести в движение эти тысячи металлических, деревянных, открытых и закрытых труб. Артем Хачатуров закончил Московскую консерваторию, работает с калининградским органом уже несколько лет. Говорит, что за это время полюбил инструмент как органист и изучил как органный мастер. Можно продемонстрировать хотя бы. Вот, допустим, мы возьмем один регистр. Вот вы слышите его звук какой, да? Здесь совершенно другой звук. И таких регистров у нас здесь 90. Конечно, не все из них могут звучать отдельно, как сольные голоса, но смешение этих красок каждый раз дает нам какой-то разный неповторимый тембр. В разные времена его звучанием наслаждались и Петр Первый, бывавший в Кёнигсберге, и знаменитый сказочник Гофман. Был случай, когда девочка немая, лет пяти, наверное, или четырех, она заговорила от органной музыки. Вот, и я играл концерт, как раз было тихое произведение, вдруг оттуда из зала начали доноситься детские нечленораздельные звуки. Вот, и я все играю, а звуки не прекращаются. Я уже начал про себя возмущаться, что ж такое-то, никак ребенка-то не уймут. Вот, а родители сами в шоке были, они его ребенка увозили там и в Москву, и куда-то за границу увозили, там и кучу денег в это вложили, скажем так. А вот ребенок взял и заговорил. Этот парад духовых оркестров проходит здесь раз в год, в День города. Традиционно его отмечали 4 июля, однако с прошлого года красным днем календаря стало второе воскресенье сентября. Этой осенью Калининграду Кенигсбергу исполнилось 754 года. Также изменился девиз мероприятия. Вместо привычного «Тебе, Калининград, добро и красоту» новой, интарная столица, нам есть чем гордиться. Действительно, море рядом, климат отличный, ну а настроение у всех на празднике самое, что ни на есть, замечательное. Мы направляемся из России в Европу и проездом заехали в это замечательный город, где проходит праздник, и мы на нем очень много наслышаны были. Я здесь сделала столько фотографий вообще. Шикарный праздник, всем советую. С самого раннего утра здесь происходит настоящее броуновское движение. Люди с удивлением перемещаются от одной тематической площадки к другой. На одной представлены ретро-автомобили, по соседству слушают джаз, на третьей развернулась ярмарка народных промыслов. И вокруг всего этого самые разнообразные персонажи. Символ сегодняшнего праздника – ангелы. И наша основная задача творческая, как творческая группа – это веселить и, собственно, развлекать народ. Но посмотрите, вокруг они веселые, и они радуются вместе с нами, и мы просто впитываем в себя атмосферу этого замечательного праздника. В этот день городской центр отдали на отку подыхающим и превратили эту немаленькую территорию в пешеходную зону. Есть такая профессия – вдохнуть жизнь в стекло. На Калининградском дне города мы встретили человека, который посвятил всю свою жизнь этому ремеслу. Для туристов это удивительный аттракцион, а для мастера – ежедневная работа. Любовь к стекольному делу проявилась у Юрия Леньшина в детстве. В этом году исполняется 50 лет с тех пор, как он связал свою трудовую судьбу с фантазийным искусством. Интересно, что каждый из мастеров общается со стеклом по-своему. Юрий Юрьевич, к примеру, уверен, что навязывать этому необычному материалу свое мнение ошибочно. Оно само шепчет, кем хочет стать – аленьким цветочком или хрупким слоником. Я единственный, по-моему, в стране уличный стекло, и каждый раз я делаю какие-то новые работы, которые практически не повторяются и изготавливаются в единственном экземпляре на 6 миллиардов человек, живущих на этой планете. Мы продолжаем свою прогулку по Калининграду. Марк Борозна – здесь узнаваемый светский персонаж. С недавнего времени телеведущий и шоумен всерьез занялся изучением истории края. С ним мы говорим о Калининградских королевских воротах. Этот бастион в прошлом часть огромного укрепления, когда-то надежным кольцом окружавшего город. По непроверенным данным считается, что автором вообще всех оборонительных ворот Кенисберга являлся господин фон Штюлер. Этому славному архитектору принадлежат многие работы, имеется в виду здания Берлина, Будапешта. И, кстати, он в середине 19 века был автором реконструкции знаменитого Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Поэтому через архитектуру Кенисберга, еще раз повторюсь, современный Калининград историческими нитями связан почти, если не со всеми, то значимыми многими столицами Европы. Это приятно. Три романтические скульптуры на фасаде – выдающиеся прусские деятели. Со скепетром в руках первый король, коронованный в Кенисберге. Если пристально рассматривать скульптуры, то можно увидеть, как четко, как до мелочей, до тонкостей соблюдены все доспехи у Кенисбергских королей. И если будете внимательно определяться, то увидите, что среди успехов причинное место у Фридриха Первого как бы отражена шторочка. Это говорит о том, что были высокие стандарты рыцарских поединков. Ты можешь бить в руку, можешь бить в ногу, в сердце, но туда никогда. Не по-мужски это. Когда в поездках по нашей стране мы отвечаем на звонки, в нас просыпается маленький скряга и начинает нам докучать. Но если вы подключили услугу Билайм «Наша страна», напомните ему, что во внутрисетевом роуминге на территории России все входящие вы принимаете бесплатно. И скряга вас покинет. Билайм. Живи на яркой стороне.